В Ставке Верховного, которая была в то время в Могилёве, мой отец встречался с гарнизоном местным. Какая-то охрана была поручена дикой дивизии. А это были всё кавказцы, главным образом мусульмане, но были там и грузины тоже. А мой отец наполовину грузин говорил по-грузински. Прекрасный вообще имел грузинское образование. Потому что его мать грузинка, Асатьяне, она именно хотела, чтобы её сын был хоть немножко грузином. И это понятно. И в дикой дивизии он был свой человек. И вот представьте себе, какой был случай. У дикой дивизии были часто столкновения с русскими, служившими там же. И однажды нашли убитого русского солдата. И все сказали, о, это, конечно, дикая дивизия виновата. Вызвали командира и говорят ему, «Вот, пожалуйста, семь ножевых ран убили русского. Расследуйте, кто из ваших людей это мог бы сделать?» Он сказал, «Мои люди этого не могли сделать». Они так, чик, и готово. И вот, а чик, и готово. Потом пошло там, все это постаряли. Короче говоря, он сказал, что всем ранят. «Мои солдаты так не делают». Хорошо. Приехал, значит, государь-император отказался от престола и уехал в царское село к своей семье, считая, что он теперь вроде как гражданская личность. А, значит, начальник главнокомандующим стал Духонин. И вот большевики после своего переворота в ноябре 1917-го прислали туда поручика Крыленко, чтобы он был главнокомандующим. Это же абсурд. Он никакого военного образования не имел, но он, конечно, должен был очень-очень хорошо разбираться. И когда он пришел и приказал Духонину, вот приказ, сдать должность, он сказал, я не сдам. Прапорщику я не сдам. Его убили тут же. И потом пошли убийства офицеров, и как бы коммунисты говорили, к Духонину штаб. Мой отец не желает иметь таких неприятностей, поскольку имел уже выслугу лет с 905-го года, до 17-го, 12 лет, это ему давало право выйти в отставку. И он подал заявление. Офицеры, которые ведали этими делами, конечно, поняли, в чем дело, и сразу же ему дали отставку. Отец снял форму, надел штатское и двинулся к Деникину в добровольческой армии. Поезд из Могилева шел только до Киева, дальше он не шел. Надо было пересаживаться какой-то другой. Отец прибыл в Киев, и тут его на вокзале встретил какой-то его приятель и говорит, что ты тут, Володька, делаешь? Да вот, где Никину? Зачем? У нас тут Южная армия. Ты нам нужен в штабе Южной армии. И отец согласился. Не все ли равно в добровольческой или в Южной армии? Главное, в армии. Он, значит, опять надел форму. Но, между прочим, немцы были исключительно корректны. Они оккупировали в это время Украину. Еще интересная подробность. Вероятно, Скоропадский решил присоединить к Украине Крым. И послал туда, значит, какую-то группу своих офицеров. А немцы их выпроводили. Вон, сказавши, Крым к Украине не принадлежит. Точка. Неплохо вспомни сегодня. Значит, что было дальше? Из-за булгаковского романа «Последние дни Турбиных» известно, что немцы, после того, как подписали перемирие, должны были уйти из оккупированных областей, оставить, значит, Украину. И с ними ушел из Скоропадской, потому что он не был уверен, что его надежно будут защищать его украинские гайдамаки. Это был сброд. А отряд вот этих южной армии, он был очень маленький. Почему? Потому что немцы разрешили создание штаба, но запретили категорически включать туда рядовых солдат. Это не были рядовые, это были какие-то юнкера там. И вот, значит, Турбин, он по этому роману защищал от наступления Петлюры и был убит в перестрелке. Тут интересно еще одну вещь отметить. Украина. Часть украинцев пошла в добровольческую армию, к Деникину. Часть пошла в Красную армию, вольно или невольно, а к Петлюре, украинскому, независимому и так далее, пошла только горстка украинцев. И, как наши шутили, вагония директория, а под вагоном территория. Да, насчет Красной армии, которая там тоже состояла из украинцев, была такая шутка. Значит, лозунг пролетарии всех стран объединяйтесь в украинском переводе, но не настоящем, а шутливым. Был так. Голодранцы за всего свиту сбирайтесь до купы. Я говорю по-украински, я знаю, что это шутка. так вот, когда, значит, пришел Петлюра, он потребовал от офиц... Да, папин приятель один, когда отец ему сказал, ну, пошли к Деникину, сказал, зачем? Я сапожник, дело знаю, я как-нибудь переживу. То есть, другими словами, он был дезертиром. отец, значит, его посоветовал, но, ну, что, он не может ему приказать. Отец ушел к Деникину. Между прочим, последняя сцена в фильме, последние Турбины, это как раз группа офицеров, которые сказали, теперь идем к Деникину. Ну, Деникину. Продолжение следует...